Здравствуйте, Владимир. Сегодня у нас состоялось то самое интервью, которое вчера было сорвано. Да, сорвано было по причинам. Допинг-тестирование это говорит о том, что наших спортсменов часто проверяют на допинг. А вы сейчас часто вас в этом году проверяли на допинг? Первый раз или не первый раз? Нет, у меня уже получается 4 проба. 4 проба в этом году уже? За месяц практически получается? Нет, не за месяц. Ну сколько там, за полтора месяца? За полтора года, да. Но все равно много. То есть часто проверяют. А то потом выгодят, что не проверяют. Но это хороший знак, то, что вас проверяют. Значит, уже, наверное, думают о том, что скоро вас не допустят. Так что будем надеяться на это. А вы там, смотрите, уже, по-моему, активизировали наших спортсменов выносливости группы, да? И они, по-моему, начали, по-моему, вас догонять. И вчера такой был забег, по-моему, самый сильный забег, если брать по общему уровню, за последние, ну, я думаю, 10-летние, наверное, точно. Вот, если брать общий уровень. Вот, как сами чувствуете? Вот, конкуренция выросла? Да, конкуренция выросла. С каждым годом все сильнее и сильнее ребята занимаются. Кто вас вчера удивил? Артем? Ну, Артем, в принципе, я ожидал от него, он не удивился. То есть, вот, после того, как он уже тогда вам помните, конкуренция стала, по-моему, Викатильбурге. Помните тоже был? Да, после этого я уже не удивлен. Я ожидал от него такой результат. То есть, ребята подрастают. А вот, молодой, вот честно говоря, вот как вы отнеслись реально к победе Валентины Смирновой? Потому что, ну, спортсмены-максималисты, да, всегда хотят побеждать. Было чувство расстройства? Видите, все-таки, наоборот, вы радовались, чтобы оба улучшили рекорд России, знаменитый рекорд Шабунина, который держался очень долго, да, больше 10-летия? Ну, я относился, я думаю, положительно, так как Валентину не сытно проигрывать. Он более такой титулованный спортсмен. У него личный результат на полторы тысячи метров 36, так что... Кстати, вот то, что вы написали в адрес Валентина Хорошие Слава, то, что он вам ответил в одной группе, тоже, как бы, ответил, ну, спасибо, благодарил вас, как бы, и сказал, что... Действительно, как бы, да. Это говорит о том, что, все-таки, у нас нет такого, знаете, такого, есть конкуренция здоровая, но нет таких, так, особых каких-то, там, воин, как бы, да, как бывает иногда, как говорят, что вот атмосфера плохая. То есть атмосфера, на самом деле, в российской левых атлетики хорошая сейчас, добровождательная? Ну, более-менее хорошая. То есть, нет такого, да, вот, как бы, не чувствуется такого, как бы, друг друга, как бы, себе, как волки, то есть, стараются поддерживать друг друга, ребята? Конечно, надо угрожать. Ясно. Ну, хорошо, Володь, вот такой вопрос. Все-таки вы сами, как ощущаете, вы готовы выступать на мировом уровне? Потому что я, нескоро, в том году выступил с большой статьей и сказал, что вы готовы уже сейчас к уровню финала чемпаната мира. Когда я выступил с такой статьей, да, аналитической, на меня, как бы, набросились так называемые диванные эксперты, обвинили то, что нет, что нашему бегу далеко до уровня звезд, как бы, и Смирнов в одном дело выступает в России, и другое дело будет выступать на мировой арене. Как вы к этому относитесь, как вы считаете, готовы ли вы, Валентин Смирнов, другие наши ребята, вот соперничать уже по-серьезному на зоне варене и быть не статистами, да, как, все-таки, в последние годы мы были, да, а вот реально, как бы, выигрывать, я имею в виду, уже на мировом, не только на Европе, да, на командной Европе, где все-таки по слабее уровень, а вот именно на мировом чемпанате мира, допустим. Ну, в данный момент, я скажу, что у меня усталость накопилась. Сейчас, да, а вообще-то, если вот разобраться, вот выступать, если, допустим, откроет доступ, да, допуск, вы будете выступать, готовы ли, допустим, мы на этом уровне не просто быть статистами, да, или там выполнять роль, там, пейсмейкеров, да, как дыхать сильных бегунов, а именно соперниче с ними, да, и, ну, если не побежать, ну, хотя бы попадать, допустим, в топ-8, на чемпанах мира, да, допустим. Ну, насчет топ-8 я не знаю, а то, что высокий результат показать можно на мировом уровне. Это даст возможность там повышать рекорды, наверное, да, может быть, мотивирует, как-то будет? Да, мотивирует. То есть, все-таки там, ребят, вы сильнее, может быть, за ней можно будет бороться, как бы, и улучшать свой рептат, да, лично я так правильно понимаю? Да, все-таки, надо сказать, что Вячеслав Шабунин, он, все-таки, выступал на таких более хороших условиях, и конгруировал с иностранными спортсменами, и это возможно, чем улучшать, да, то есть, нам это не хватает, что-то. Да, не хватает этого. А вы сами-то давно выступали на операционном воене, или много выступили, или так не успели выступить, наверное? Я не успела выступить. Вообще ни разу, да, не выступал? Ну, и как сами, вот, не боитесь, честно, нет волнения такого? Ну, волнение-то оно всегда есть. Как без волнения-то перед старшим? То есть, ну, что повышает? Вот это адреналин, хочется выступить, или все-таки, вот, будете, как бы, это мандраж? А как я, допустим, покажу, проводю вдруг, как бы, первый старт? Вот, какие ощущения больше вас приводируют сейчас, как бы? Ну, то, что первый старт, большинство волнений. Из-за таких крупных соревнований. Так. То есть, в любом случае, нужен старт, да, чтобы понять, то есть, для вас нужен старт, наверное, который даст вас больше, может быть, что-то исправить, что-то улучшить, да, понять тактику. И, кстати, как вам будет там все вести? Вот, допустим, будете ориентироваться, или будете так же, так же, понимать, как бегаете, допустим, на время, не смотрите на соперника, просто будете бегать. Ну, там, конечно, я буду ориентироваться на более сильных. Спортсмена будет следить, как бы, да, и будет следить, тактика будет меняться. То есть, такой, ясно. Как, кстати, относятся в Перми к вашим успехам? Ну, все-таки поддерживают вас, допустим, Пермская, там, Федерация, перские чиновники, нет ли каких-то сложностей, как бы, в этом плане? То есть, поддержка есть, или все-таки она не такая поддержка? Допустим, может тренироваться, как бы, нигде, тренироваться в себе порядке, нет никаких проблем сейчас? Ну, честно, откровенно. Честно, то проблем нет, как бы, где тренироваться. У нас и Менежи, и стадион, у нас, как сказать, даже, в некоторых регионах даже этого нет, что у нас Пермский край есть. Все-таки Пермский край нормальный. Еще плюс Динамо, наверное, помогает. Динамо, да, конечно, помогает. То есть, Динамо, говорит... Просто Динамо помогает, да. Вот там, никто судает, вот Динамо, ЦСКА, там... А ведь надо учесть, потому что во все годы, и в советской власти тоже, по-моему, всегда Динамское общество было сильное и ЦСКА, и нельзя, как бы, говорить, что это плохо, что они помогают спортсмена. Как вы относитесь, то, что у нас Динамо и ЦСКА развивают спорт, в частности, идет к атлетику? Как вы к этому относитесь? То есть, это, на самом деле, нужно решение? Конечно, хорошо, то, что, вот, спортсмены поддерживают, не бьют в беду. То есть, в советское время, как бы, тоже была Динамо и ЦСКА, правильно, и сейчас, как бы, это наши традиции. Хорошо, Володь, вот смотрите, в доме, в форме, все в порядке. То есть, вы уже заказываете это, как бы, да, готовы еще сколько хочешь сдавать. В пуле-то вы хоть есть, в пуле присутствуетесь? В национальном, в национальном. В национальном пока, да? Да. А заявку подали или еще не подали? Думаю, приятным будем. Вообще, будете подавать, наконец-то, заявку? То есть, хотите на лето все-таки получить этот допуск? Надеюсь, что получим допуск. Ну, раз внимание такое есть у вас. Кстати, внимание такое, как в поздном году, или все-таки в этом году к вам стали пышленем? То есть, многие жалуются, что, наоборот, Даниил, например, жалуются, вообще практически его не смутил, Залученко, да? То есть, вот это внимание допинг офицеров, она была в том году, или вот она сейчас больше, в последнее время появилась? Ну, в том году внимания больше было, чем в этом году. Тоже было внимание, и все равно было внимание? Да, в том году больше. То есть, у вас, получается, полтора года, последних... В том году, допустим, у меня семь проб было уже, а нынче вот восемь. Но все равно много это уже, как бы, проба. То есть, четыре, ну вот, четыре. Четыре часа, семь, да. То есть, получается, один спроб за практически чуть больше года, да, получается? Ну, это нормальный, как бы, уровень, как бы, я думаю, что есть, что все в порядке. Ясно. Володь, и сейчас, последний вопрос, а импийские игры, да? Вы смотрите олимпиады, или вообще не отыкаетесь, готовитесь к тренованию? Ну, я стараюсь посмотреть спортивные программы перед забегами, перед ставками. А не мотивируют, тогда будет, чтобы наши спортсмены... Вот сегодня выиграли две медали, да? Да. Спринтеры, кстати, говорю, я у обоих спринтеров, которые брали медали, да, в свое время брал у них интервью, когда о них мало кто знал. Полтора года назад еще. То есть, как бы, получается, что предсказал, как бы, в них это, увидел, что он на здесь. Так и сейчас и вижу вас тоже. И продолжаю твердить, как бы, да, вы же в курсе, наверное, что был спор, когда я опубликовал, что я верю, что вы один из тех наших спортсменов, которые могут вернуть нашу юго-атлетику, вот именно группу выносливости, на передовой позиции, меня высмеяли. Как бы, в принципе, вот, как вот вы сами, есть такая цель, что все-таки доказать вот этим всем сомневающим диванным экспертам, да, то, что пойдет время, как бы, может быть, не сразу, значит, первый старт будет сезон, а может, там, через год-два, но вы все-таки вместе, сообща, с Валентиной Смирновым, с молодыми ребятами, Константином Хламаговым, Константином Долконниковым, 800 метров, я имею в виду 800 тысяч, 500, 5000 метров, да, как бы, вот эти дистанции, что они, как бы, все-таки вы сможете реально, как бы, соперничать. Есть такое вот, ну, хотя бы не то, что предчувствие, как бы, да, ну, желание такое, сами как чувствуете, есть? Ну, я стараюсь не обращать на внимание на эти, которые обсуждают, как бы, пусть обсуждают даже, ну, я считаю, что всему свое время еще успею себя и реализовать. То есть нельзя, как бы, то есть вы стараетесь реагировать, да, на эти, так вот? Нет, не обращаю внимания просто. Ну, у вас, тем не менее, по-моему, поклонников гораздо больше, чем таких людей, как бы. Они вас поддерживают, если честно, напишут? Да, поддерживают, поддерживают. То есть есть свои фаны, да? Да, есть. Фан-клуб пока есть или фан-клуб еще не создали? Нет, фан-клубу нет. Хорошо, а ваша девушка не создала вам фан-клуб? Нет. Действительно, моя девушка, как бы, всегда за меня болеет. Да. Поддерживает меня. Спасибо ей огромное. То есть она поддерживает? Да, она всегда со мной, всегда меня поддерживает. То есть у вас, как бы, в этом плане, как бы, тоже есть такой преданный болезнь? Она даже больше переживает, чем сам я. Ну, при этом передадите, может быть. по этой передавайте как бы быть я думаю будет приятно хорошо володь ну тогда не буду вас задерживать но просто сейчас все будет чемпионат вы уже закончили и еще нет еще 1500 будете бежать пробежите но цели это по моей адресу максималист и завтра хотите да завтра завтра хотите нам сюрприз а вы тебя пригласим на ребят я понимаю завтра мало народу ходит на него катетика но придите завтра хоть и поддержите наших спортсменов на самом деле но нельзя так что ребята сильные показывают рта таких стараются давать придите поддержите правильно будет интересно тем более завтра будет настоящая зарубая обещаю что более будет заруба чем была на на трешке потому что на 200 метров по моему конкуренция гораздо сильнее со сильнее как бы да я думаю что завтра мы увидим что-то такое нечто ну а так что приходите посмотрите вот петелка завтра я так понимаю вы не повезете да за все пятерка будет программе а там будет программе надо бы он будет будет такая всероссийские соревнования не по мне как бы программа чемпионата вне конкурса да какой-то будет завтра забег там вы не будете вы только 1500 вот поддержите посмотрите будет завтра же будет интересно круто ясно но потом все все таки отдыха будет сколько хоть недель куда будешь отдыхать отдых каждую для себя я буду просыпать допустим вот для меня это отдых ну и после опуска да начнете пометом открыли время конец мая или может быть у начала мая есть какой-то помимо петь когда вы начнете выступать в летнем сезоне ну первый старт мы планируем в мае команда чего команда чемпионат все и в сочи ну вот кстати приглашайте приглашаю зрителей тоже приехать в сочи поймать наших ребят я думаю мы там увидим такую форму находятся ребята ну что меня советовать вам только просто пожелать вам новых достижений новых рекордов чтобы ваше имя было наконец-то как как смен россии как бы чтобы все таки вы добились его вы к этому давно идете уже но и так же как бы все совершилась ваша мечта и вас запустить об одном международной арены и вы смогли попасть на олимпийские игры и там достойно представить не только честь олимпийских атлетов из россии но и честь сборной россии вот это мое пожелание я очень хочу чтобы она сверкнулась спасибо вам большое